Приведу такой пример. Кто из нас, допустим, сейчас назовет не то, что торговца, но хотя бы кого-то из правителей, участвовавшись в суде над Сократом? Я думаю, никто. Кто из нас скажет, допустим, как сыграли самые знаменитые футбольные команды планеты в год смерти Толкина, в год смерти Маршака, в год смерти Уильяма Ейца? Я думаю, тоже никто. А ведь тогда это казалось колоссально важным, гораздо более важным, чем смерть, допустим, Толкина или Клайва Льюиса. И прошло время, и вновь и вновь оказалось, что ценность имеет лишь то, что мы в нашей жизни приобщили в вечности. Это так очевидно. Но большинство людей предпочитает, к сожалению, жить ниже того, что о нас задумано. И поэтому люди превозносят свое общество, как Диоген сравнил людское общество с рынком, с таким колоссальным рынком. И чтобы люди не выглядели сами перед собой дураками, они начинают насмехаться над теми немногими, кто идет к горам. Есть об этом очень достойная баллада, которая так и называется «Баллада о короле Георгии IV». Я вам ее с удовольствием расскажу. Его Величество, король, король Георгий IV, любил охоту, гольф и грох и занимался спортом. Но у него имелась страсть совсем иного сорта. В балладу страсть мечтал попасть король Георгий IV, чтобы барды прославляли в балладах короля. Ай-ли-ли-ли-ли-ла-ли, ай-ла-ли-ла. Созвал Георг наш мудрецов и вопрошает рыцарь. Скажите же, в конце концов, как славы мне добиться, а не дадите королю полезного совета. Я крепость Тауэр велю отправить вас за это, чтоб барды прославляли в балладах короля. Наверно, мудрым был совет, коль наш Георг IV отбросил сразу свой жилет и латы сразу сбросил, и к Вальтер Скотту прямиком в шотландской юбке мчится, чтоб рядом с ним в наряде том однажды появиться, чтоб барды прославляли в балладах короля. Георгов разных, ого-го, на свете было много, но помнят люди одного, четвертого, Георга. А что дошло о нем до нас, что знаем про него-то? Сопровождал он как-то раз поэта Вальтер Скотта, и барды прославляют в балладах короля. Те из вас, кто читали послания апостола Павла, знают из этих посланий о бессмертии любви. Но поскольку апостол не писал о бессмертии поэзии, об этом уже говорили другие подвижники, другие мыслители, другие святые и мудрецы, то, к сожалению, люди об этом часто не догадываются. И вот книга Селлинджера Симор – это ничто иное, как житье поэта. Многие удивляются, как это у поэта и житье. Но я вспоминаю уже когда-то давно, несколько лет назад, после моей лекции о Лермонтове, один глупый, но амбициозный человек стал возмущаться и говорить, «Как это так? Вы о Лермонтове стали говорить чуть ли не как о святом». Но ведь дело в том, что поэт занимает в мире роль, подобную святому, подобную старцу. Почему? Потому что парец, сказочник, писатель, он помогает людям и современным, и тем, кто будет жить после него, выработать вкус к сути, вкус к настоящести, вкус к Богу. А это тот вкус, которого не имеют даже очень многие люди, десятилетиями ходящие в храмы. В этой книге в Симоре нет сюжета. В ней вообще ничего не происходит. В ней брат, преподаватель университетский и родной брат Симора, уже после смерти своего брата-поэта, рассказывает о нем. Как тот ходил в парикмахерскую, как тот выступал немного на радио, как тот влюблялся. Ну, совершенно такие простые, незамасловатые сюжеты. И смысл их в том, чтобы выразить, как вовне выражается человек, несущий небо в себе. Человек, приобщенный сути. У Честертона есть гениальное замечание по этому поводу. Он говорит, что когда перед нами действует настоящий человек, такой как святой, такой как действительно великий поэт, сказочник, кто-то по-настоящему наделенный небом, то действие этого человека, говорит Честертон, никогда предугадать невозможно. Он делает что-то парадоксальное, необычное. Но когда он это делает или говорит, то все вокруг понимают, что это может быть сделано или сказано только так. Каков еще этот человек приобщенный сути? Прежде всего, такой человек не спешит. Такой человек всегда действует из глубины, из самых глубин себя, тех глубин, в которых действительно скрыто небо. Один замечательный греческий монах, наш современник, говорил о другом, очень интересном и известном человеке, о современном старце, всемирно известном, Дионисии Коломбокосе. Такой удивительный греческий подвижник. И вот этот монах говорил об этом старце, что старец действует и говорит из своего покоя. Удивительные слова. Что это значит? Это значит, что такие люди ощущают в глубине себя, что у Бога все на своем месте, все вовремя, все так, как нужно. Перейду по этому поводу, такой пример. Есть замечательный роман Урсула Легуин, «Волшебник земноморья». Думаю, некоторые из вас его читали. И в этом «Волшебнике земноморья» действует такой юноша, который поступает в ученики к волшебнику. Это много приключений, очень красивый, фантастический, психологический роман. И там есть эпизод, когда юный волшебник Гэт, ну еще, точнее, юноша, он еще ничего не умеет. Он поступает в ученики к старому, мудрому волшебнику, которого зовут Агерон. И вот они идут по некому острову, через лес. И внезапно их застает дождь. Гэт ждет, что мудрец остановит дождь, просто разгонит тучи, как это могут сделать любые знакомые Гэда, такие амбициозные молодые волшебники. Но Гэт неожиданно видит, что Агерон просто устраивается под деревом, где не так мокро, но все равно мокнет вместе с ним под дождем. И дождь тучи не разгоняет. Он удивляется, почему Гэт в недоумении великому магу тучи разогнать просто. Агерон говорит, что гораздо важнее, чем разогнать тучи и поступить по-своему, гораздо важнее вникнуть в мир, вникнуть в жизнь, понять, почему небо здесь посылает нам этот дождь или что-то еще, и принять этот дождь и все остальное как подарок. В этом и будет мудрость. Такова и мудрость старцев, такова и мудрость подвижников, мудрость святых, такова мудрость настоящих поэтов, сказочников. В противоположность им, люди, не умеющие благодарить, постоянно мечутся по миру в страхе или в жажде чего-либо, не зная, как им утолить эту жажду. Ведь эта жажда не утоляется через активность саму по себе, хотя труд прекрасен и важен, но активность, не приобщенная к глубине, жажду сути не утоляет. В романе Сервантеса «Дон Кихот», место, где Дон Кихот об этом говорит, он обнажает такой внутренний мотив и состояние всех таких людей, всех этих фейсбук-паникеров, всех этих любителей шума, любителей новостей, всех других, кто ищет испугать других своими мрачными предположениями, которые никогда не сбываются, но которые они выдают чуть ли не за пророчества. и всех тех, кто постоянно везде и в интернете, и на улицах повторяет, выхода нет, все дальше будет только плохо, всех, кто бежит по миру, чтобы где-то поудобнее устроиться. Дон Кихот говорит о них так, что в мире есть не только люди, но и ангелы, но и демоны. И демоны таковы, что это отрудие и само носится, и заставляет без устали носиться всех, кто только ему попадется. Гениальная фраза. И наоборот, посмотрите на мудрецов, посмотрите на святых, на поэтов, которые действуют и живут, как сказал этот монах, из своего покоя. Это вовсе не покой лени, это вовсе не покой неактивности, это тот покой, о котором говорил древний китайский мудрец Лао Цзи, современник Конфуция. Лао Цзи говорил, что мудрецы действуют недеянием. Недеянием. Как это так? Никто почти не понимает, но он имел в виду, что великий человек не умножает суету. Великий человек не совершает действий, которые лишены сути, в которых нет глубочайшего значения, в которых нет важнейшего значения. Какое это важнейшее значение? О нем пишут многие. Допустим, мы можем взять того же английского ботаника Броуна, который открыл «Оброновское движение». И он говорил, что первое движение ума, которое вырывает человека из житейской суеты, это ощущение Бога, это устремление к Нему. И для этого познания, для этого ощущения и устремления, то есть, чтобы расти к свету, нужно, конечно, вначале этот свет ощутить. И здесь человеку помогает все высокое, все настоящее, все прекрасное. Это и поэзия, и литература, и искусство, и музыка, и природа, и общение с друзьями, все красивое, ведь Бог сияет в глубинах человеческой красоты. Интересно, удивительно, есть такой современный старец, Сафроний Сахаров, святой, и он говорит следующее, я вам процитирую, «Я заметил странное явление, люди боятся открыто взглянуть на величие человека. Увидеть божественный замысел о себе людям кажется непомерной гордостью. Узнать о себе, что они в идее Бога, прежде создания мира, задуманы, как полнота совершенства, мне это кажется делом совершенно необходимым для того, чтобы жить и действовать должным образом. И я думаю, что умолять предвечную мысль Творца о человеке не только ошибка, но и действительно великое заблуждение. И из-за того, что люди не видят ни в себе самих, ни в брате своем подлинного и вечного достоинства, они так зверски злы во своих взаимоотношениях и так легко друг друга убивают. Удивительные слова. То есть, человек растет, никогда его топчут, никогда ему говорят, что ты ничтожество, а когда он узнает, как он должен быть и может и будет прекрасен. Есть об этом удивительный стих у американской классической поэтессы 19 века Эмили Дикетсона. Звучит он так. Мы не знаем, как мы велики, пока не встаем во весь рост. И тогда, если мы верны чертежу, головой достаем до звезд, обиходным бы стал тогда героизм, о котором саги поем, но мы сами ужимаем размер из страха стать королем. Процитирую вам теперь фрагмент из Симора. Повторюсь, что здесь рассказ идет как бы от лица брата этого гениального поэта, брат преподает в университете и вот он вспоминает, что он говорит. С начала 1948 года я сижу и моя семья считает, что сижу буквально на отрывном бакулакноте, где поселилось 184 стиха, написанных моим братом за последние три года его жизни, главным образом в самой гуще армейских событий. Он служил на Второй мировой. Я собирал в скором времени и надеюсь, это дело нескольких недель оторвать от себя около 150 стихов и отдать их первому охотчему до стихов издателю, у которого есть хорошо отлаженный костюм и сравнительно чистая пара перчаток, пусть он унесет их от меня в свою темную типографию, где по всей вероятности их втиснут в двухсветную обложку и наобороте поместят несколько до странности неуважительных отзывов, выпрошенных у каких-нибудь поэтов и писателей с именем в кавычках, которые не стесняются публично высказаться о своем собрании по Перу, обычно приберегая свои двусмысленные, более лестные половинчатые похвалы для своих приятелей или же для скрытой бездари, или для иностранцев, для всяких юродствующих чудил, а также для представителей смежных профессий. А если потом стихи передадут на отзыв в воскресные литературные предложения, где, если найдется место, если критическая статья о новой полной исчерпывающей биографии Гровера Клинведа окажется не слишком длинной, эти стихи будут мимоходом в двух словах представлены любителям поэзии кем-то из группы штатных умеренно оплаченных буквоедов или пособников со стороны, которым можно поручить отзыв о новой книге стихов, не потому, что они сумеют написать его толково или душевно, а потому, что напишут как можно короче и выразительнее других. То есть, да, полностью проигнорируют, что же перед ними находится. А между тем, у поэта, у великого, настоящего поэта, есть врожденное знание сути. Его дар видеть мир до той глубины, где действует небо, и открывать это действие для всех других. Почему, допустим, классик мировой литературы Гёте говорил, что для настоящего автора врожденное знание мира заменяет любой личный опыт, и поэтому он может справиться с любым заданием. Он говорил, что написал одну свою книгу в возрасте 22 лет, и потом через 10 лет удивлялся, сколько правды в этой книге, как она открывает мир, как она все разъясняет, хотя он говорил Гёте, ничего из того, что я там писал, я не знал на опыте. Настоящий поэт узнается еще и потому, что он вызывает ярость у всех банальных людей, у всех умников, у всех формалистов. Ведь живущий в поэте Дух Святой ставит всех перед реальностью истины, и потому на настоящего поэта или на настоящего святого не бывает нейтральной реакции. Его либо глубоко чтят, либо глубоко ненавидят, и пытаются каким-то образом очернить его и его дар, а поскольку это невозможно, да, и красота является объективной красотой, то прибегают ко всяким уловкам, о чем говорил еще Сократ, и эти его слова зафиксировал Платон в знаменитой своей книге маленькой «Апология Сократа». И там Платон говорит, точнее Сократ говорит следующее. Смотрите. «Есть ли на свете кто-нибудь, кто лошадей бы не признавал, а все относящееся к лошадям бы признавал, или фреетистов бы не признавал, а игру на фреете признавал бы?» Не существует, конечно, такого. Если ты не желаешь отвечать, я сам буду говорить. Ну, а уж на следующее ты должен ответить. «Есть ли на свете кто-нибудь, кто бы знамения божественные признавал, а гения не признавал бы?» Удивительно, да? То есть, если перед нами объективная красота, сошедшая с неба, то явно, что творивший ее знает небо. Небо его коснулось, а он коснулся неба. И вот умники должны как-нибудь извернуться, а равные формалисты, чтобы показать, что это не так. Хоть как-нибудь, да, сказать, «Ну да, он умеет красиво говорить, но мы-то знаем, да, мы там с ним на рыбалку ходили, да, или в школе учились, кто он там такой, или кто она такая, ну и так далее, да, как-нибудь унизить». А поскольку красоту унизить невозможно, то эти камни, как сказано в Библии, подброшенные вверх, камень падает на голову того, кто его подбросил. Поэтому, конечно, такие люди не увенчаются успехом ни в истории, ни даже в своей эпохе. И возникает вопрос, как же найти такого великого человека, мудреца, поэта, святого. Нужно искать тех, кому людские эксперты и знатоки не дают премий. Искать тех, кто всегда на другом конце от людского шума. Тех, о ком не говорят. Не считая, конечно, того возмущения и рева, которые поднимают при виде такого человека умники и ослы. Потому столь многие проходят мимо умножающих свет и наоборот. Раскрыв рот, слушают гордых умников с их вечным рефреном все плохо и выхода нет. Почему так? Честертон говорил об этом. Одержимый страстью больше верит в зло, чем в добро. Селлинджер по этому поводу подчеркивает, что Симор поэт восточный, поэт японский. И действительно, Симор пишет не стихи в европейском понимании, он пишет хокку. То есть удивительные такие трехстишья, которых никто в Европе писать не смог. Даже те случаи, когда кто-то писал трехстишьями, допустим, триады в древнеирландской поэзии или терцины у Данте или использование терцин в итальянском сонете вообще в эпоху Возрождения. Либо попытка Гумилева в эпоху Серебряного века так знаменитая его хокку. Это все, конечно же, не хокку. Даже когда Гумилев называет свое трехстишье хокку, то это не хокку. Это просто ну, просто вот такое вот трехстишье интересное. Но не хокку. Хокку это нечто другое, потому что хокку это укол в суть мира. Это укол в глубину мира. Это такое три строки, в которых соединяется вся суть по какому-то вопросу мироздания. Совершенно необыкновенное явление, незнакомое вообще европейской поэзии. По этому поводу вернемся снова к тексту Симора. Если китайский или японский поэт не знает точно, что такое наилучшая айва или наилучший краб или наилучший укус комарана наилучшей руке, то на таинственном востоке все равно скажут, что у него кишка тонка. И как бы эта поэтическая кишка не была интеллектуально, семантически изыскана, как бы искусно и обаятельно он на ней не тренькал, все равно таинственный восток никогда не будет всерьез считать его великим поэтом. И еще одна цитата из Симора. Когда я оглядываюсь и прислушиваюсь к тем 5-6 наиболее самобытным старым американским поэтам, может их и больше, а также читаю многочисленных, талантливых, эксцентричных поэтов в последнее время, то у меня возникает ощущение, что Симор будет, безусловно, причислен к ним. Не завтра, конечно, чего вы хотите. И я почти уверен, хотя, может быть, и преувеличиваю эту свою догадку, что в первых же довольно скупых отзывах рецензенты из-под тишка угробят его стихи, называя их интересными, или что еще убийстви не весьма интересными, а в подтексте, в туманном, косноязычном, на текст передостной трансалплантической кафедры, где на столиках стаканчик и чашка со льдом. Но, как я замечал, настоящий художник все перетерпит. По этому поводу есть удивительные слова в Евангелии от Марка, где он сам говорит, многие будут первые последними и последние первыми. И действительно, в эпоху Гомера тоже было много поэтов, в эпоху Сократа было гораздо больше философов, чем Сократ. Мы зовем их сейчас общим именем. Ну, я думаю, прекрасно знаете это имя, и ничего хорошего это имя не несет. Даже имен мы их не называем, а только называем в общем противники Сократа и Сократ. Вот что такое истина. Ей невозможно противиться. И как бы противники Сократа не говорили, что они его знали, что он жил с ними на соседней улице, что он чего-нибудь не умел или делал не так, мы не знаем их поименно. Это уже и не нужно. Они никому не нужны. А Сократ есть и будет. И там мы его тоже встретим. Это касается всего. Это касается не только поэзии, жизни, любого сообщества людского, потому что всюду люди чаще всего не умеют видеть и слышать. Я вспоминаю, как одна моя замечательная студентка, девушка красивая, умная, умеющая, изысканно одеваться, она в своем храме, куда она ходит, вызывает ярость у прихожанок, ей завидующих. Но она держит себя с королевским достоинством и не опускается до ссор, оставаясь, конечно, при этом предметом злословия среди прихожанок в том храме, куда она сейчас ходит. А возле храма сидят нищие. И они всегда радуются этой моей студентке. Вы знаете, что если кто видел нищих, то нищие между собой часто ведут себя жестко. Но в ее присутствии они расцветают, они добреют, они хорошеют. То есть в них разрастается человеческое начало, потому что они умеют чтить красоту. И возникает вопрос, в чем же христианство? В завистливой неприязни этих профессиональных прихожанок, которые не пропускают ни одной службы, которые приходят в храм за час до его открытия, уходят через час после его закрытия, или которые люто постятся, несомненно, по каким-нибудь сверхдревним типиконам, или в восхищении красотой, на которую способны эти нищие, эти бездомные люди, которые не заходят в храм молиться, но они умеют чтить Бога через эту девушку, в которой они видят его отблеск. Несомненно, ответ понятен, я не буду говорить, но эти прихожанки, они ведь не поймут этого ответа, как им не в толковой. Поэтому Леонардо да Винчи говорил, что есть люди, которые не видят, как им не показывают. И Евангелие полно таких примеров, когда Христос явно открывает, как уродливые, самые высокопоставленные формалисты, которые считались учителями народа, учителями церкви в эпоху Христа. А самого Христа считали неиспровергателем основ, неиспровергателем всего хорошего и светлого, хотя он это хорошее и светлое и приносил. Почему? Потому что люди буквально от самого начала своей земной истории предпочитают путь формы, путь общества ложных человеческих отношений. Поэтому очень мало кто обращает внимание на то, что Христос везде борется с этими людьми лжи, с этими людьми формы. Ведь за Богом может следовать только тот, кто имеет чувство к сути. Кому мало всеобщего батального пути, кто хочет идти к горам. А такие люди могут быть где угодно. Вспомните, Христос нашел этих людей совершенно разных. Там были далеко не все постоянно посещавшими синагогу. Там были разбойники какие-то и какие-то налоговые агенты и какие-то девушки легкого поведения. И они все так бросали, они восхищались Христом и шли за ним. Их жизнь менялась и преображалась. Как и сейчас это происходит с теми, кому нужен небанальный путь, с теми, кому сам Бог нужен. Это ведь совершенно разный образ и отношение к Богу и разный образ отношения к Его Церкви. Потому что есть очень малое количество людей, для которых и в Церкви нужен Христос. И огромное количество людей, которые в Церкви ценят такой клуб любителей акафистов и канонов к причастию. Вы же понимаете, что это совершенно разные вещи. Что еще здесь нужно сказать? Что истина делает милосердным. Что пришедшему в горы, тому, кто дошел до этих гор истины, становится жалко тех, кто пытается найти счастье на болотах этого мира, на рынке этого мира. Как вначале я говорил, что философ Диогену подобил весь мир рынку. И знание истины у такого человека проявляется прежде всего в его служении. Он идет с этих гор на рынок, чтобы всех, кто только ему отзовется, жизни их всех превратить в удивительный праздник. И многие отзываются. Это очень удивительно. Особенно для постсоветского пространства, где почти все считают, что человек полный истины должен выражать это тем, что он должен быть мрачен, суров, ругать современность, отрицать значение культуры, науки, учить девушек одеваться в какую-то мешковину, учить их не краситься и так далее. Я вот буквально сегодня прочитал в фейсбуке заметку одной очень светлой девушки, пишущей стихи, которая живет в Москве, и она несколько раз пыталась прийти в церковь, она тянется к Богу, и каждый раз ей дают по рукам, потому что приходя, она встречает не эту красоту встречи с Богом, а она встречает каких-нибудь людей, которые рассказывают в чем она неправа и как она неправильно выглядит. Конечно, это совсем разные вещи, потому что аскетика выражается не в том, что человек мрачен. Когда Честертон писал о средневековом подвижнике Франциске Осиском, то Честертон заметил, что Франциск был аскетом, но не был мрачным. Наоборот, он пел песни, он слагал стихи, он умел благодарить, он, аскет, научил еще раз тогдашнюю Европу радоваться. Один из его последователей, монах-францисканец, замечал, что монаху не пристало иметь ничего, кроме лютни. Лютни – это средневековый музыкальный инструмент. То есть, такой человек, который приобщен сути, все вокруг видит, как подарок неба, все хочет воспеть. И об этом уже в 20 веке скажет другой подвижник Николай Сербский. Он скажет, что самое главное для всех нас это облечь свою жизнь в песню. И другой замечательный подвижник и святой Порфирий Афонский напишет, что настоящий христианин должен быть поэтом. Не в смысле, что он должен писать стихи, это могут не все, но в том, что он должен уметь научиться восхищаться жизнью, удивляться миру, уметь видеть в других красивое. Ведь эти великие люди планеты, они не такие, как университетские умники, к которым нельзя и на 10 метров подойти, чтобы они не обдали нас презрением. Нет. Великие люди тем и велики, что вокруг них все другие, кто зажалеет о своем несовершенстве, кто плачет о том, что он еще не настоящий, они тоже видят себя великими, и они растут, сияют и тоже становятся солнцами. Так происходит, когда в нас верят. А великие поэты и святые подражают Христу, который верит в человека. Поэтому такие люди тоже верят в других. Это верой в других, знанием о других, что другие прекрасны, они дают им такую силу расти, что те растут. Растут без мрачных укоризм, к которым мы все так привыкли. Растут не потому, что им сказали, что они там черви, пыль и так далее, ничтожества нет, а потому, что в них открыли красоту. Этим святые и поэты и отличаются от всех этих тысяч неумелых людей, претендующих на роль учителей истины. Такие неумелые люди всегда строги и мрачны, и с ними всегда душно, а рядом с поэтом, рядом со святым, рядом со сказочником мы все расцветаем, потому, что мы тогда рядом с ними попадаем в райское пространство. Английский классик Джон Дон, удивительный поэт-метафизик, писал об этом строгость свойства безобразных, милость прекрасных. Процитирую еще один момент из Симура. Слишком высокопарно говорить, но как раз я именно тот человек, который скажет, что не зря я брат брату моему, и поэтому знаю, не всегда, но все-таки знаю, что из всех моих дел нет ничего важнее для меня моих занятий в этой ужасной 307-ой аудитории, и нет там ни одной девицы, включая и грозную мисс Цабель, которая не была бы мне такой же сестрой, как моя сестра Бубу или сестра Фрэнни. Быть может, в них светится бескультурия всех веков, но все же в них что-то досветится. Несущие истину пробуждают других вокруг себя, в ком есть склонность к свету, отзываются и тоже растут. И такие люди, высокие люди, вызывают радость у всех желающих красоты, но одновременно они вызывают и ярость у всех банальных людей, у всех гоблинов, орков и умников нашего мира, потому так диаметрально противоположны оценки жизни и деятельности людей духа и святых и поэтов и сказочников и писателей и музыкантов вы увидите совсем разные оценки. Почему? Да очень просто почему, потому что куры в курятнике не станут хвалить орла за его полет. И прежде чем мы перейдем к вопросам я расскажу вам еще один стих по этому поводу принадлежащий как ни странно Шарлю Бодлеру, но стих очень много выражает то, о чем я хочу сказать. Стих называется Альбатрос. Временами хандра заедает матросов и они ради праздной забавы тогда ловят птиц океана больших альбатросов провожающих бурной дорогой суда грубо кинут на палубу жертва насилия опозоренный царь высоты голубой опустив исполинские белые крылья он как весла их тяжко влачит за собой лишь недавно прекрасный взвивавшийся к тучам стал таким он бессильным нелепым смешным тот дымит ему в клюв табачищем вонючим тот глумясь ковыляет в припрыжку за ним так поэт ты паришь над грозой в урагане недоступный для стрел непокорный судьбе но ходить по земле среди свист тебе дорогие а теперь посмотрим есть ли у нас вопросы